Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале! Спасибо, что заглянули. У меня аж будильник. Я сегодня встала, кстати, рано, как и планировала. Потом выключила будильник и решила поспать ещё полчаса. Сейчас я уже понимаю, пора вставать, потому что сегодня приезжает мама и бабушка. Надо убраться дома, приготовить что-то. В общем, дело сегодня просто вагон. Я решила взять себя в руки, наконец-то, и начать снимать много видео, потому что в последнее время на моём канале выходит очень мало материала. Каждый день я вот так вот сплю, а этот дурачок на краюшке. Именно вот на этом, правом верхнем углу. Всегда вот здесь лежит и спит. Я, знаете, что удивляюсь? Когда я сплю, неужели я ногой его не задеваю, и он не отлетает в ту сторону? Вроде как нет. Он раньше всегда на полу спал, не знаю, в любом другом месте, а сейчас это его любимое место. Вот так вот, только со мной. Как приятно, когда с утречка такой порядок на кухне. Вчера всё отодравила, потому что знала, что сегодня не успею. Дел много, а времени не очень. Но прежде всего обязательно надо покушать. Я сейчас хочу сгонять в супермаркет, купить крылышки, запечь их в духовке. Потому что это блюдо, которое готовится, во-первых, быстро, во-вторых, просто. Наверное, со сметанкой крылышки. Сделаю и в духовку. Увидела этот рецепт и решила попробовать. Почему нет? Легко и просто. Вот, а мама с бабушкой приедут, скорее всего, под вечер. Поэтому у меня, слава богу, есть пока что время. Погода на улице обалденная просто. Правда, немножко ветерок дует. Вот поэтому я хочу поменять камеру, чтобы вставить, например, микрофон, петлячок. И всё снимать себе на улице, даже при ветреной погоде. Например, на море я не могу нормально вам снимать влоги, потому что задувает. Картошечку я уже взяла. Стоит она 80 копеек, по-моему. Но недорого, что-то в районе этого. Вижу, крылышки уже готовые. Есть также филе, фарш, всё, что вы хотите. Я беру крылышки. Также надо взять сметанку. Такую, может быть, много брать не буду. Всё равно никто дома не ест. Это я купила для крылышек. Будем обмакивать сначала крылышки в сметане, а потом запекать в духовке. Любимый напиток бабушки. Таргун именно от Глюстан. Есть другие вкусы, например, Душес. Она не любит. Только вот этот вот. Чисто для неё. Берём. Здесь, кстати, косметика тоже недорого стоит. Такие гигиенички 3,75. Но я бы хотела, знаете, бальзам в такой круглой упаковке. А его что-то давно не могу нигде найти. Вот такой вот. Мама может использовать такие полотенца для стола, тряпочки. Год. А я вот пару раз использую, и всё, у меня на выброс. Они начинают вонять. Я в таком виде ужасно. Я когда заходила домой, и увидела чек в двери. И увидела, сколько мы должны за электричество. В общем, в этом месяце всего у нас пришёл чек на 13 монат. Хотя весь месяц у нас просто каждый день работал кондиционер. Потому что я жила одна, получается. Я спала в той комнате. И просто мне было неохота открывать окна. Там ветер. Потом занавески туда-сюда летают. В общем, что я вам хотела сказать. После того, как мы поменяли холодильник, нам уже говорили об этом, кстати, в магазине, что старые холодильники очень много электричества жрут. Но сейчас я это понимаю реально. Прикиньте, насколько большая разница. Раньше у нас не использовался кондиционер вообще. Потому что его просто не было. И мы платили столько же. Просто столько жрал холодильник. А сейчас появился новый холодильник. Они более экономичные. Поэтому, если у вас дома ещё до сих пор старый холодильник, то продавайте его нафиг и покупайте новый. Мой вам совет. Я буду готовить из всего, что я купила. Потому что половина уйдёт на мой мук-панк, а половина останется для мамочки. А бабушка просто подобное не ест. Покупные крылышки. Да и вообще то, что я готовлю, она не особо мне доверяет, что я добавлю именно сливочное масло. Вот она немножко капризная в этом плане. Поэтому даже не знаю, что для неё приготовить. Но для неё тоже отдельно обязательно что-то приготовлю. Если честно, это блюдо впервые буду готовить в духовке. И хорошенько промываю крылышки в три этапа, каждый раз сливая воду. Пока вода не будет кристально чистая. Затем уже начинаю очищать картошку от кожуры. Картошку я взяла очень крупную, хотя такую не люблю. Просто в магазине не было другого выбора. Поэтому пришлось взять. А вот этот экспонат больше моей руки. Хорошо, что не головы. Также взяла в магазине морковку. Её тоже хорошенько очищаю. Вообще, я люблю, когда в блюдах добавляется морковка. Она придаёт особый такой вкус. Вообще, я люблю морковку в разных её проявлениях. И корейскую, и так далее. Хорошенько нарезаю. Вообще, изначально я хотела добавить ещё и баклажаны, чтобы был весь спектр всех ингредиентов. Но потом в последний момент в холодильнике обнаружила, что оказывается, баклажаны просто протухли. Очень жаль, не успела их пожарить и поесть. Нарезаем картошку. Картошки получилось очень много. Я это обнаружила как-то поздновато, на самом деле. Уже когда всё нарезала, я обнаружила, что многовато. А противень у меня небольшой. Хотя у меня был другой противень, но он уже был без антипригарного покрытия. Поэтому я решила как-нибудь запихать всё туда. Кстати, этап, как я солю и перчу крылышки, а потом ещё заправляю всё это дело сметаной, я упустила. И в конце я заметила, что все крылышки над ней, потом я их вынула наверх. Ну всё, отправила я в духовку печь. Я поставила на 200 градусов, где-то на полчаса. Думаю, что за полчаса приготовиться. Ставлю на самый нижний. Ну а пока крылышки запекаются, я сделаю себе макияж к мукбанку. Подготовила косметику. И очень такую, знаете, неприятную тему для разговора. Выложила я видео с подарком для подписчицы. И некоторые начали писать, вот это не честно, почему подарок получает твоя родственница. Это не подписчица, это родственница, это совсем другое. И блин, я офигела реально от негатива, который прочитала в комментариях. Я наоборот думала, что кто-то обрадуется, скажет, вау, как круто. Я же вообще могла никому ничего не дарить и все. И я не говорила изначально, что я буду устраивать какой-то конкурс, что-то разыгрывать. А он изначально на мукбанке сказала, что я буду дарить подарок своей родственнице, которая является моей подписчице. Почему моя родственница не может быть моей подписчицей, я не понимаю. То есть она меня смотрит с самого начала. И это я знаю точно на 100%. Не пропускает ни одно мое видео. Тратит свое время, смотрит. Она школьница, младше меня. Хочется сделать приятное к учебному году. Я как бы это все вроде как объяснила, но такое ощущение, что люди либо меня не слышат, либо не хотят слышать. И вы знаете, одна девочка написала мне очень умный комментарий. Вот он, пожалуйста. Она написала, Айка, ты дура. Надо было не говорить про то, что она твоя подписчица. Вот кто бы об этом знал. Да вообще некоторые блогеры делают очень интересным образом. Говорят, подпишись на мой инстаграм, пролайкай все мои фотографии, кто-то получит этот бокс, например, с косметикой. Вы это все делаете, а потом вы в конце откуда знаете, кому я подарила этот бокс. Я могла бы также пойти и подарить этот бокс своей родственнице. То есть все элементарно. Но я так не делала. Я делала честно. И меня начали многие обвинять. То есть вы бы об этом даже не узнали, если бы я не сказала. Просто проблема в том, что я не умею врать. Точнее не люблю врать. Я говорю так, как есть. Это на самом деле. И вот получила кучу негатива, что вот, нечестно, это не подписчица. Да просто решила подарить своей родственнице подарок. И что здесь такого? Почему я должна у кого-то спрашивать перед тем, как дарить подарок? Начали писать. Вот, в Россию отправить не можешь, потому что это дорого. Ну, блин, я могла бы это вообще не говорить. Вообще вы не говорите, вы даже бы не прикопались. Сказала бы, что отправила куда-то в Самару. Как бы вы это проверили? Моя проблема в том, что я стараюсь все делать максимально честно. А те люди, которые наоборот обманывают и стараются казаться белыми и пушистыми, вы им верите. А человек, который просто рубит и говорит правду, вам это не нравится. Короче, в общем, каждый раз, когда я что-то устраиваю, знаете, кому-то что-то подарить, просто какой-то конкурс, все вокруг недовольны. Когда я раньше, раньше я как делала? Я брала косметику, ставила себе в историю и говорила, кто первый ответит на эту историю, тот получит эту косметику. И первый, кто отвечал, тому я и дарила. Но потом я получала кучу комментариев, что я сразу ответила, ты мне специально не даришь из-за принципов, из-за того, что я тебе пишу негативные комментарии, ты поэтому мне не подарила. И постоянно кто-то обижается, кто-то недоволен и так далее. И я просто поняла, что бог с ним, вот зачем мне оно надо. Я больше так делать не буду, дабы все были довольны. Кстати, наконец-то, последнее использование этого хайлайтера. Все, он у меня заканчивается, все закончилось. Посмотрите, наконец-то, ровно год и 4 месяца каждый день я использовала этот хайлайтер, чтобы он у меня закончился. Ровно год и 4 месяца. Я прям помню, я записала, когда я начала использовать его. И вот, наконец-то, он у меня закончился. Как я люблю, когда косметика заканчивается. Меня многие, наверное, не поймут, но в этом плане я перфекционист. Я люблю брать одну палетку и заканчивать ее. Это прям счастье. Посмотрите, никогда в жизни я не заканчивала хайлайтер. И сегодня это произошло. Надо отметить красным днем. сегодня на календаре. А еще у меня закончился последний бальзам для губа Тарифлейм. Он просто был шикарным. У меня было, по-моему, 5 штук их. И это был последний. Надо еще купить обязательно. И еще, как я вам показала уже, у меня закончился хайлайтер. Вот. Абсолютно ничего не осталось. Теперь надо выбрать из моей коллекции новый хайлайтер, который я буду добивать. А вот эти две отправляются в пустые баночки. Даже не знаю, какой взять на использование. Кто не знает, я беру один и добиваю. Думаю, между этим хайлайтером, смотрите, здесь даже видно донышко, но здесь огромный просто объем. Чтобы добить этот хайлайтер, мне нужно хотя бы два года. еще у меня здесь от Makeup Revolution такие прикольные хайлайтеры. Покупала в наборе сайта Revolution Beauty. Было 5. Один подарила Шелли, другой iSale. И вот 3 у меня здесь остались. У меня есть палетка хайлайтеров. Это, наверное, неудобно будет в использовании. Дальше есть вот такой вот. Все хайлайтеры у меня от Makeup Revolution. По-моему, только один от NYX. Вот этот вот. Ну, сейчас еще подумаю, какой взять. Посвочу, посмотрю. Остановилась я на двух вариантах от Golden Rose. Такой новенький хайлайтер, который я купила недавно, когда увидела у сестры Желли. И вот такой вот старый. Ну, как старый, ему года, наверное, два. И вот такие вот у нас свочи. Вот этот не очень заметный, просто вам на камере не видно. Здесь большие такие вкрапления блесток, а вот этот вообще термоядерный. Давайте возьмем его. Не обращайте внимания на мой бардак. Я стараюсь соблюдать порядок, но в конце концов получается вот так вот. И к приходу мамы обязательно надо везде убраться. Блин, я ничего не успела, прикиньте. Дома еще бардак, а мама говорит, спускайся, мы уже почти внизу. Оказывается, они хотели сделать для меня сюрприз. Я хотела им сделать сюрприз, а они решили сделать мне сюрприз. Они сказали, что они приедут вечером, а сейчас время час дня и они уже здесь. Прикиньте. И тут я понимаю, что на самом деле наступает осень. Мне стало холодно ходить без носочков. А это моя любимая тема носочки. Я обожаю разные носочки со всякими интересными рисунками. Берем вот такие вот с фламинго. А любите ли вы носки так же, как люблю их я? Обожаю. видела лайфхак, что они вот как-то вот так открываются. Фиг знает. Дедовский метод. Вот это точно открывается. Оп. Красота. Лепота. Второй пошел. Это звук стиральной машины. Готово. Но что, не липота разве? Обожаю носочки разные, теплые. Особенно новые. Помните, я вам показывала, я покупала вот такую профессиональную краску. Сейчас будем на маме испытывать. Вроде как она хорошая, объем здесь большой. Так что хватит. Вообще всегда, всю жизнь я боюсь что-то пробовать новое. И это неправильно на самом деле. Я боюсь пробовать новые доставки, какие-то сайты. Всегда боюсь, что меня кинут. Боюсь пробовать новые рестораны. То же самое было и с этой краской. Мне в магазине ее посоветовали, но я что-то решила ее сначала не брать, а потом подумала, а что не попробовать? Попробуем что-то новое. Возможно понравится. Это профессиональная краска. Как мне объяснили в магазине, опять я не профи, я не в курсе, девочки, говорю сразу. Мне в магазине объяснили, что это профессиональная краска, и она просто идеальна. И маме она очень понравилась, с ней легко работать. Она не шипит, или как правильно сказать, не жжет, точнее, наверное, кожу головы. Хотя мама говорила, что все предыдущие краски как раз-таки жгли немножко кожу головы. И она это чувствовала. А здесь не было никаких неприятных ощущений. Доброе утро, мои родные люди. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Как я и думала, на самом деле, как только приехала бабушка и мама, мы сидели, пили чай, обсуждали какие-то моменты в деревне, и даже, если честно, не до камеры было. Поэтому я решила вчерашний день просто посвятить мамочке. Вечером мы ее покрасили этой профессиональной краской. Ей она очень понравилась. Кстати, надо сегодня закупиться этой краской. И маме она понравилась, и мне. И у нас в супермаркете под домом эта краска продается чуть дешевле, чем везде. Если там есть этот оттенок, который мы использовали вчера, надо купить несколько штук и оставить. Так всегда. Если мне что-то нравится, это резко снимают с производства. А я встала, сделала такой макияж. Мне он настолько нравится. Это просто нечто. Это помада. Это просто взрыв мозга. Я вам сейчас покажу ее. Это от Гош. Обалденная помада. И стоит недорого что-то в районе. По 16 монат она стоила. Но мне она очень нравится. Покупала в Сабине. Вот такая вот помада. Оттенок. Самое главное показать вам оттенок. Скринти. Обалденная просто помада. Стойкая. Классно смотрится на губах. И самый главный оттенок. Идеальный. Я еще не собрала постель, как вы видите. Так ветерочек дует на улице. Погода просто бомба, девочки. Супер погода. Бабушка с мамой привезли орехи. Правда, здесь закрыто. Смогу открыть. О! Получилось. Хотя нет, здесь зашито. Не покажу. Обычные орехи, сыр, молоко и все дела. Деревенские прелести. Вот бабушка моя тоже приехала. Бабушка, привет, скажи моим подписчикам. Привет, Лагма. Привет. Бабушка спала, я ее аж разбудила. Показать вам. Устала из деревни. Радость. Радость. Кто съел мясо, которое лежало на столе без спроса взял, а? Я ему сырое мясо не даю. Мне ветеринар сказал, что от этого появляются глисты. Но он еще тот воришка. Я ему не даю, он крадет, обожает сырое мясо. Смотрите, как он облизывается. Даже после рогу он так не облизывается, как после свежего мяса. Дурачок, а дурачок? Мам, я тебя не показала подписчикам. Как все для Емга. Это мамочка. Как тебе холодильник в целости и сохранности? Я тебе это... Да, нормально. Чистенький, аккуратненький. Видишь, какая я. Сейчас я уже, пожалуй, пойду отдавать подарок. Вам, ты видела, что я подготовила для подписчицы? А я видео смотрела. А в жизни ты не увидела. Посмотрите, как классно. Очень красивое все, няшное. Мне в комментариях написали, что, оказывается, это не тычилки, а ластики просто на карандаш. Очень мимимишно помню. Я бы была рада, честно. Такие ластики, опять же, слаймы, скетчбук. И больше всего мне понравился этот клей, но он просто очень мимимишный. Такая канцелярия, мам, в магазинах продается. Просто, не знаю, в наше время не было. Или, по крайней мере, было не в таких объемах. В общем, я беру с собой коробку, и как раз сейчас у жены брата в гостях вот эта девочка, которую я хочу подарить. Как я ей дарю, и все это запечатлеть, это я не хочу. Просто чисто от души я ей подарю, и все. Сегодня. А на этом уже буду, наверное, с вами закругляться. Иду на чаек к брату, и как раз подарю. На этом все. Спасибо, что были со мной. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Для меня это очень-очень важно. Спасибо вам за просмотр. Пока!